Да это же манго! Всем привет! Я Анна Оськина и сегодня делаю мини манго! Это самый маленький манго, какой я только видела в своей жизни. Как считаете, похоже получилось? По-моему очень! И классно, что вы писали в комментариях запросы на этот сладкий фрукт. Я с радостью его сделала, посмотрите какой он миленький! А очищенный манго такой сладкий! Да, я даже сделала фирменную нарезку манго. Наверняка видели такую, как именно, вы узнаете в этом видео. Ставь лайк, если тебе понравилось, как я уменьшила манго. В комментариях пиши, что еще мне уменьшить. Подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А мы начинаем! Первым делом я пошла в магазин и купила самый настоящий манго, чтобы было что повторять. Чтобы все повторилось в точности. Вот так он выглядит. И для работы я выбрала вот такие цвета полимерной глины FIMO. Беру желтый цвет и добавляю туда маленькую капельку красного. Так желтый цвет станет более ярким и насыщенным. Вот такой солнечный оттенок у меня получается. Теперь я раскатываю его тоненько-тоненько, можно даже растянуть немножко руками. Беру большую бусину, вставленную в зубочистку, чтобы удобнее было держать. И наклеиваю этот тонкий пласт на бусинку. Беру маленькую формочку диаметром 1 сантиметр. И вырезаю круг прямо на боковинке этой бусинки. Неровности можно подровнять и срезать ножичком. Катаю небольшой шарик и расплющиваю на рабочей поверхности. Удобно это делать на отдельном листочке бумаги, чтобы можно было хорошенечко вертеть. Должна получиться очень ровная круглая выпуклость. Холмик такой. Для ровности можно даже вырезать той же самой формочкой, что и вырезали окружность на шарике. Если остались отпечатки пальцев и грязь, то удаляю их влажной салфеткой. И вот такая вот штучка у меня получается. Эту круглую полусферку я нарезаю сначала вдоль, а затем поперек. Чтобы получились такие кубики можно сказать. И эти кубики как раз таки станут частями нарезанного манго. Вы посмотрите, у них нижняя часть гладкая, а я накладываю их на выпуклую часть. И таким образом получается, что они немножечко в растопырочку смотрят. И как раз таки очень похожи на настоящий нарезанный манго и вывернутый немножечко. По моему это очень и очень здорово, очень реалистично. Используйте этот способ. Делается просто, а эффект посмотрите. Действительно получается очень и очень похоже. В центр я устанавливаю кубики из центра, ну а с краю с краю. То есть они получаются как раз таки меньше по размеру. Если вдруг какие-то кубики слишком большие и они не умещаются на эту платформу. То просто обрезайте их по краям, чтобы все получилось аккуратненько, красивенько и ровненько. Особое внимание уделяйте уголочкам, чтобы тоже все получилось похоже. И вот такой вот нарезанный манго у меня в результате получается. Запекаю его прямо на бусинке 20 минут при температуре 110 градусов. Ну а после запекания снимаю. Вот и готово. Теперь давайте сделаем целые манго. Беру небольшой шарик и придаю ему форму манго. Для этого нужно сначала сделать потоньше один край. Затем сделать чуть-чуть тоньше другой край и их развернуть эти края в разные стороны. Вот такая форма должна получиться. И подравниваю, разглаживаю. Те манго которые я купила в магазине они более кругленькие. Но я решила тем которые я буду делать придать более правильную форму. И в результате у меня получилось два вот таких вот фрукта. Они не обязательно должны быть одинаковые. Ведь настоящие фрукты по размеру могут очень сильно отличаться. Теперь в желтый цвет добавляю капельку зеленого. Должен получиться такой вот салатовый оттенок. Это для палочки. Катаю получившийся зеленый тоненькую тоненькую ниточку. И нарезаю несколько частей. С обратной стороны манго иголочкой делаю небольшое отверстие. И в это отверстие вставляю зелененькую палочку. Делать это нужно аккуратненько. И слегка примазать манго саму вот эту желтую часть. На зеленую палочку. Нужно это сделать так чтобы и зеленую палочку не повредить. И слишком каких то царапин и падинок на манго не оставить. То есть чтобы все гладко было. Очень удобно использовать для этого какие то толстые иголки или тонкие спицы. Потому что работа ну уж очень миниатюрненькая. Вот так у меня получается. Тонировать манго я буду сухой художественной пастелью. Крошу в пыль несколько оттенков зеленого. Светлый и потемнее. Беру манго и начинаю его тонировать. Для этого удобно растушевывать сначала пастель на листочке бумаги. А затем уже переносить эту растушеванную измельченную пастель на само манго. Не старайтесь сразу окрасить очень очень насыщенно. Очень сильно. Лучше добавлять слои постепенно. Нужно сначала сделать легкий такой оттеночек зеленоватый. Такой салатовый. Затем его углубить. То есть нанести еще один слой пастели. И затем уже можно добавлять более темный зеленый цвет. Так тонировка получится более такой равномерной, растушеванной. И будут одни цвета плавно переходить в другие. Окрашиваю в зеленый цвет кончик манго. То есть тот край который противоположен палочке. Когда окрасила кончики перехожу к наливной красной части. Для этого я окрашу в пыль красные оттенки сухой художественной пастели. Это красный, розовый, коричневый, бордовый, можно оранжевый. И принцип точно такой же. Сначала наношу легкую тонировочку. Затем углубляю цвет. Но делаю это со стороны палочки. Здесь сложность в том как встретятся красный и зеленый цвета. Потому что красный и зеленый при смешивании получают коричневый. Нам коричневый цвет не нужен. Нужно чтобы красный цвет плавно перешел до того места где зеленый как бы переходит в более насыщенный оттенок. И там кончался. То есть растушевывайте тоже более темный цвет делайте у самой палочки. А растушевывайте в сторону середины. По середине цвета встречаются на желтом цвете. Желтый даже может немножко оставаться. И после тонировки запекаю все манго. 20 минут при температуре 110 градусов. Дальше посмотрите. На манго есть вот такие точечки. Коричневые с красной стороны. И такие желтенькие с зеленой стороны. Беру иголочку и акриловую краску. В акриловую краску макаю иголочку. И прямо кончиком делаю очень маленькие тоненькие точечки. Прям вот самым кончиком иголочки. Конечно же много краски на иголочку не наберешь. Поэтому нужно постоянно макать. И излишки краски постоянно убирать. Потому что если вы не уберете. То следующая точка получится слишком жирной. Точки должны быть действительно очень маленькие. Точно также с другой стороны. С красной стороны я ставлю точки коричневого цвета. Очень тоненько практически незаметные. Вот так у меня в результате получается. По моему вполне натурально. И я хочу сделать на один манго листочек. Для этого в зеленый цвет я добавляю кусочек желтого. И совсем капельку красного. Смешиваю и у меня получается более естественный травяной оттенок. Цвет листьев манго. Отрываю маленький кусочек. Катаю его в капельку. С другой стороны тоже сужаю кончик. Получается вот такая вот форма лодочки. Расплющиваю ее на рабочей поверхности. И иголочкой делаю прожилочки. Центральную и боковые. Очень аккуратненько, тоненько снимаю этот листочек с поверхности. Смазываю череночек манго гелем жидкой пластикой. Я гель набрала прямо на иголочку. И прикрепляю листочек. Вот так у меня получается. И отправляю еще раз запекаться. Полимерную длину можно запекать несколько раз. Ничего с ней не случится. Ну и финальная часть. Покрытие лаком. Покрываю лаком плоды. И конечно же разрезанную мякоть. И в результате у меня получился вот такой потрясающий миниатюрный набор манго. Обратите внимание. Я сделала не только цветные манго. Но и желтый. Потому что сорта бывают совершенно разные. Поэтому вы можете сделать манго просто желтого цвета. Если у вас нет пастели и не ошибетесь. У вас получится самый настоящий экзотический фрукт. Я сделала цветной. Потому что он смотрится более ярким. Таким насыщенным. И он класснее выглядит в руках у куколки Барби. Ну и в моих руках конечно же тоже. Его прикольнее фотографировать чем просто желтый. Я очень надеюсь что этот мастер класс. Это видео вам понравилось. И вы тоже ощутили себя немножечко волшебниками. Которые могут уменьшить такой вот огромный фрукт. Вот в такую вот малютку. Обязательно сделайте это лакомство. В качестве миниатюры или для своих куколок. Желаю вам в этом успехов. Ну и как обычно желаю вам вдохновения. И самого потрясающего летнего настроения. До новой встречи уже совсем скоро в моих новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok